В ЭТРАО начали массово обворовывать частные гаражи. Владельцы пожаловались в полицию. Между тем, сегодня в нефтяной столице запланировали снести около 400 гаражей. Ущерб власти будут возмещать оценочной стоимостью. Тему продолжит Талия Жамитова. Когда у вас будет оценочная стоимость? Я говорю, какая оценочная стоимость, когда уже там все просто разбирают и разбирают, ну, в наглую делают это? Владельцы гаражей в микрорайоне Лесхоз стали жертвами воров и вандалов. Причем воровство открыто совершается средь бела дня, негодуют жители. Неизвестные приезжают на спецтехники и грабят гаражи. Во все станции, милиции, Акимат вызывает, приезжает, смотрит. Бесполезно. Вот такое кощунство. Это только у нас в Атраву можно увидеть. В других областях, я вот сам сколько проехал, в Уральске, в Оренбург езжу, я такого еще не видел, такого кощунства. Я говорю, прям в наглую, при мне, снимает ворота. Я ему говорю, ты что делаешь, говорю, снимаю его. А он говорит, не твое же это, говорит. Че ты, говорит, лезешь не в свои дела? Очевидцы снимали воров на видео и даже обращались в полицию и местный Акимат. По неизвестным причинам преступников никто к ответственности пока не привлек. Жанар Джаксманова тоже пострадала от действий грабителей. У нее из гаража в один прекрасный день пропали ворота. По словам женщины, есть закономерность. Грабежам подвергаются те гаражи, владельцы которых получили сообщение о сносе и подали документы на оценку. Мы сдали документы, через два дня приходим, у нас ворота сняли. У меня ущерб на 470 тысяч тенге. Так ничего не делают же? Я вот потом начала, почему я бум начала, потому что мне обидно стало. До этого мы приходили, у нас гаражи не грабили, ничего не было, не с насилием у нас ничего. Вот два дня только сдали документы и все. И вот там сейчас еще один из гаража, 114. Он тоже так же говорит, кто сдал документы, все грабили. Количество разграбленных гаражей сейчас перевалило за 10. В полицию пока поступило 5 заявлений. В настоящее время ведется расследование по факту совершенных преступлений. Уголовное дело ведется в соответствии с частью 3 статьей 188 Уголовного кодекса. Подробности пока не разглашаются. Пострадавшие возмущены. Гараж без ворот и ценностей внутри явно стоит намного дешевле добротного с имуществом владельца. Хотя в Акимате заверили, что все это будет учтено при оценке недвижимости. Когда они пишут заявление в полицию, указывают сумму ущерба. Расходы будут фиксироваться. Точные механизмы мы будем вырабатывать в процессе, так как подобной практики у нас не было. Если вы не согласитесь со стоимостью, то продолжите в порядке предусмотренным законом. По словам специалистов отдела архитектуры и градостроительства, до настоящего времени документы о передаче гаражей подали только 60 человек. А другие, получив сообщение, не спешат с переоформлением. Сегодня здесь на трех гектарах расположено 400 гаражей. После их сноса городские власти планируют возвести здесь школу на 2000 мест. Алья Жамитова, Азельхан Уахитов, Атамикен, Бизнес, Атырау.